итак всем привет долго спрашивали все про столик для тепловизора как итог добил я друга короче делает он теперь их на продажу изготавливает вот в таком варианте значит было несколько попыток этого столика изготовления пришел к такому выводу что лучше сделать на вот таких вот кронштейнах кронштейна у нас от селфи палки вот так эта штука выглядит сейчас это выглядит слишком высоко но привод в таком при таком вот монтаже удобно под телефон давайте прикину парочку телефонов семерочка нажимаем его и вот таким образом можно работать значит это крепи крепеж для самого тепловизора сик выглядит примерно вот так вот вставляем и можем устанавливать дальше соответственно кладем плату для работы с ним и делаем инспекцию у меня примерно вот такая высота примерно выставлены я уже непосредственно смотрю по работе с платой иногда можно под угол сделать то есть чуть-чуть приподняли под играть подыграли фокусное расстояние платой и так далее для работы вполне удобно значит комплекте в комплекте идет два колечка с разным внутренним диаметром под сам тепловизор внутренний рассчитан под вот это стеклышко стеклышко у нас есть в описании под видео линза используется в лазерной технике не знаю где чего она конкретно применялась в общем 20 стекло в описании под ссылки это линза есть не работать удобно она увеличивает расстояние до макро значит далее для всего этого добра потребуется вот такой вот кабель я пытался одно время сам изготовить этот кабель получается следующая картина распайку ну принципе не проблема найти но там внутри качество провода должно быть с хорошим толстым и с экранировкой иначе у вас просто при подключении сик он не видит этот кабель с этим же проблем нету так на семерке показал пример у меня всегда стоит на пятерке и сейчас еще отличать покажу почему именно такая конструкция пятерочка также четко встает давайте 88 плюс растянул есть значит конструкция почему такого плана можно подрегулировать под любым углом чаще всего вот в таком положении его и удобно смотреть но вдруг кому-то нужно так сейчас кому-то нужно показать допустим вот так зафиксировали и все работает дальше почему именно такая конструкция потому что стол становится не уверенным если будете сделать вот такую конструкцию да и смотреть сейчас не смотреть на тепловизор сверху во первых ну на экран сверху первых неудобно конечно палочку эту можно обрезать и будет меньшим масштабом и соответственно это будет но более-менее смотреться грамотно но при этом мы имеем неустойчивый стол при вот такой конструкции сам телефон вес телефона давит на на столик рычагом и видите он теперь стоит уверенно так ну и дальше еще покажу какие доработки по столику плавизор я пока сниму эти штучки съемные для удобства если вам куда-то что-то убрать ночной столик изначально который первый был у меня просто были в комплекте от gopro вот такие вот крепежей ну я под себя подстроил оптимальную высоту и оптимальный угол где находится телефон то есть я также могу отрегулировать его могу сдвинуть могу чуть-чуть вверх поднять сдвинуть больше угол сделать ну и плюс еще вот так вот покрутить но все это на самом деле не нужно удобно достаточно удобно просто вот такой вот от сэлфи палки крепеж все вот на наклон вот он угол если нужно более подняли ну этот механизм соответственно принцип как на микроскопах так что дальше покажу уберу чтобы не мешалось по внутрянке нижняя часть подставки здесь сделали пространство для утяжеления можно использовать грузики но они меня пока под вопросом нужно провести с ними эксперимент так как грузики все-таки имеют свойство там от температуры иметь какой-то свою температуру соответственно тепловизор через пластик это я думаю покажет это ему не проблема вот здесь обычная конструкция пола ну соответственно здесь я приклеил мебельные наклеечки это для для того чтобы стол стоял уверенно вот сюда это все клеится их у меня много и как бы их купить не проблема вот так это будет выглядеть для чего они нужны чтобы во первых был чуть-чуть повыше и он будет соответственно стоять уверенно не царапаться по столу и так далее ну и можно еще один в районе винтика винтик здесь соответственно разборной его можно открутить так в районе винтика не буду клеить он тут не нужен мешает все теперь вот столик вообще пусту по столу не нью-йорк и четко стоит здесь также значит по комплекту который могу предложить на данный момент связи с тем что вот этот кронштейн изготавливать не три зона его нужно приобретать первые столики которые я отдаю вот этот человек у нас заказывал отдают в таком виде вот в таком вот виде ну и грузики даже докину не знаю нужны они будут или не нужны но я думаю с ними будут проблемы по тепловизору но это потом посмотрим можно кстати использовать вот сюда в нижнюю часть сто процентов будет работать без каких-либо проблем по тепловизору обычный пластилин и соответственно он увеличит вес для подставки но с телефона в принципе не падает нет смысла думаю даже заморачиваться так значит комплект подставки вот в данном моменте вот такой будет вообще предлагаться будет без вот этого кронштейна то есть под вот этот рычажок если у вас валяются всякие эти кронштейны от gopro тут у меня да и вообще вот этих очень много кронштейнов под вот этот механизм вот под вот такой механизм если есть вот эти всякие переходники вариантов много то есть в принципе вы мне что можете сделать скинуть на ватсап вайбер и так далее какие у вас есть крепежи вот именно вот этого день делай и вот этот рычаг палка вот это вот верхнюю часть изготовим под вот этот крепеж по умолчанию идет крепеж вот такой вот этот крепеж на самый бомжовый сэлфи палки можно приобрести вместе с сэлфи палкой за 36 рублей поэтому в дальнейшем возможно если у меня получится заказать большую партию я закажу вот эти вот крепежи это будет конечный итог вместе с вот с этим крепежом также заказал вот этих кобелевых кобелей переходников для того чтобы ну уже можно было вот такой вот комплектик сделать потому что все это сроки соответственно у китайцев это все добро есть но это все сроки провод стоит 200 с копейками у китайцев то есть его просто по цене как у китайцев так и дополнить столику если они кому-то нужны в принципе все может быть впоследствии еще какие-то появятся доработки но по длине вот этого рычага считаю самым оптимальным если сделать его короче в два раза вот тут то вот эта палка будет вот таким вот образом стоять но тогда я еще раз объясню что в ту сторону будет перевес поэтому считаю вот эту конструкцию самый выгодный самый удачный для работы с тепловизором пятерочка потому что у всех есть я думаю можно ее использовать ну лучше конечно семерку она потяжелее но у семерку для тепловизора тоже использовать это уже так кому как хотя экран больше позволяет посмотреть на подключение банальная так где тепловизор мой подключим через этот рычаг сюда сюда ну и кабель можно завести сверху чтобы он не мешался и защелкиваем сюда все дальше уже iphone сам нам выдаст запрос на тепловизор включаем его по грузикам давайте покажу видите грузики имеют все таки свою температуру какой-то вот она даже пятерочка там проявляется и видите они отражение дают давайте засунем его под стол я сейчас кстати нагрею просто сеном быстренько ну чисто эксперимента ради конечно комнатной температуры не будет так как сейчас я прогрею эти грузики где-то градусов 280 я сейчас нагреваю тепловизором посмотрим температуру ну 35 потому что вот 40 прогреть грузик тоже достаточно тяжело давайте прям его сразу под стол ну как бы проблем нету думаю что с грузиками тоже идея неплохая но грузики эти опять же тяжело будет находить я ее эти грузики зашел в первый попавшийся шиномонтаж и приобрел вот соответственно по грузикам и и по отправке их в принципе не будет потому что это все вы выпрыгивает в определенную сумму а это уже будет удорожать в самого сам стол так ну и по платье как он выглядит сейчас покажу настраиваем все вот они картинка давайте по мелким компонентам в районе кодека все ну то есть фокус подстраиваем под нужные задачи и работаем в удобстве гораздо удобнее чем держать этот телефон на весу искать какую-то утечку особенно по утечкам ладно если там по первичке к за еще можно быстро определить а вот по поводу утечки плату приходится инспектировать ему достаточно долго в общем вот такая конструкция все считаю вот эту самый наиболее выгодный два колечка потому что у всех эти не знают состояние разбитости резинки толщина внутренний диаметр если будет нахать заходить туго сюда вставляете кусочек наждачки любым предметом проходитесь и убираете лишнее либо скальпелем вот так вот просарапываем и все в круг ну а тут оптимальная подстроена под вот это кольцо и под вот этот тепловизор тепловизор сик термал xr в принципе все так по поводу заказов пишите ватсап вайбер по срокам изготовления не быстро два-три дня но опять же зависит от потока сколько они нужны у нас значит этот уезжает сразу этот под клиента был значит в изготовлении сейчас уже печатаются два штуки по цветовой гамме ребят ну вот тут как бы получился этот такой насыщенный цвет кстати совпадает с этой как его ну короче с тепловизор и с тепловизором на дисплее ну такой вот пластик просто попался под руку если есть какие-то предпочтения там какие-то у вас там бренды под сервис еще что-то или там на столе вам больше серый нравится со столом чтоб он вписывался на мое личное мнение таково что ядовитый цвет в глаза бросается как бы более и соответственно этот стол не теряется среди много множество оборудования которые у вас есть на столе можно сделать под бренд типа там если у вас есть там флюк допустим до желтый серый да и сделать компоновочку по цветам но это уже как бы индивидуально ребят пишите там сориентируемся опять же цветов не сильно много тут качество пластика выбиралась именно чтобы это все было надежно почему вот эта штука у нас именно желтого цвета она у всех будет желтого вот этот вот ролик так как он тут специальный пластик чтобы вот это все не сломалось поэтому есть специфика вот эта штука тоже будет серая потому что здесь такой специальный пластик чтобы на тепловизор залазил то есть какие-то моменты можно под цветовой гамме решить какие-то нельзя поэтому если есть кому-то эти по принципу принципиальные моменты под цветовой гамме то как бы все это обсуждаем и и реализуем и отправка почта или так от дек вот в принципе все значит по исходникам на вот этот тепловизор я ими не обладаю поэтому если у кого-то есть тоже 3d принтер и хочет это все распечатать ребят все это есть на ингиверс сайт то есть не в таком варианте это все делалось там вручную все высчитывалось очень хорошие хорошими знаниями обладает в плане 3d принтера и он напечатал это все с нуля но он вы можете на ингиверс найти сто процентов я изначально на ингиверс нашел вот эти вот колечки они как бы не очень мне потом сделали под мои задачи здесь значит соответственно есть пазы так как крутить удобный на ингиверс вы найдете вот такие просто колечки тоненькие и они неудобные линзу зажимать неудобно и работать крутить тоже неудобно так как мы еще и фокусное расстояние подкручиваем вот этим колечком так скажем эти как бы хлам но в принципе там поискать можно возможно что-то вы под свои задачи найдете ну тем более у кого есть 3d принтер я думаю для них это не проблема если купили соответственно должны соображать как что печатается и уметь им пользоваться все на этом ролик завершаю всем пока пишите вот так байдер ну на крайний вариант под ну в комментариях под видео но это как бы проблем не будет лучше пишите вк пока 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 пока